Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и случайные зрители! В этом видео мы познакомимся с псевдотрофеусом Демасони, поговорим о его среде обитания в живой природе, о том, как его содержать в домашнем аквариуме, чем кормить и как получить потомство. Родиной псевдотрофеусом Демасони является Африка, озеро Малавия или, как еще говорят, Ньяса. Является эндемиком, то есть обитает в живой природе только в этом озере и нигде больше. Говоря о естественной среде обитания, стоит сказать о том, что эти рыбки относятся к группе Мбуна, то есть рыбки, которые входят в эту группу, предпочитают жить среди подводных скал на мелководье. Если быть откровенным, скажу, что псевдотрофеус и Демасони встречаются и в открытой воде, но это бывает крайне редко. Помимо этого, Демасони являются одними из самых мелких рыб группы Мбуна, хотя ее максимальный размер около 10 сантиметров. Питаются эти рыбки водорослями, которые покрывают камни и скалы. Это считается основным рационом, но не отказывается и от планктона. В продаже псевдотрофеус и Демасони стал доступен не так уж и давно, в 1994 году. Однако, за это время стал очень популярной рыбкой не только у профессиональных аквариумистов, но и у обычных любителей. Иначе и быть не могло, ведь у Демасони интересное поведение и за ними не скучно наблюдать, а яркий окрас не может не притягивать взгляд. Помимо этого, эти рыбки достаточно долго живут, примерно 5-7 лет. Но для того, чтобы рыбка жила долго, необходимо соблюдать правильные условия содержания, о которых мы сейчас и поговорим. Начну с того, что я не рекомендую псевдотрофеуса Демасони в качестве первых аквариумных рыб, начинающему аквариумисту, по крайней мере ребенку. Дело в том, что псевдотрофеус относится к роду рыб семейства цихловых. Самцы большинства видов, принадлежащих этому роду, территориальные и Демасони не исключение. В большинстве случаев новичку проблем с совместимостью с другими рыбками не избежать. Но про их агрессию мы поговорим чуть позже. Аквариум для этих рыб должен быть просторным, ведь эти рыбки очень подвижны и им нужно место для плавания. Рекомендуется держать стайку этих рыб и объем аквариума для стайки составляет примерно 200 литров. Конечно, не обойтись без оборудования. Обязательно установите в аквариуме обогреватель, эти рыбки любят теплую воду. В среднем температура воды должна держаться в диапазоне от 24 до 28 градусов. Не стоит забывать и о качественной фильтрации. Очень желательно, чтобы фильтр был внешний. Значение PH от 7,5 до 9, а жесткость воды от 10 до 25. Понадобится приобрести сифон для того, чтобы подменивать воду и убирать со дна аквариума твердые отходы. Подмену воды, как правило, производят раз в неделю, но многое зависит от общего количества рыб в аквариуме. Естественно, если в аквариуме перенаселение, подмены воды нужно делать чаще, но это нюансы. Подменивают от 15 до 30% воды от общего объема аквариума. Для содержания псевдотрофеусов однозначно нужен компрессор. В противном случае рыбки погибнут. Помните и о том, что компрессор должен соответствовать объему аквариума, чтобы полноценно насыщать кислородом воду. Так или иначе, но в аквариуме нужно умеренное освещение. Стоит немного обсудить оформление аквариума для этих рыб. Мы не зря говорили про их естественную среду обитания. Идеальным вариантом оформления является подобие на их естественную среду, которая подразумевает под собой различных размеров камни, в том числе и плоские на дне, расщелины в камнях и другие укрытия из камня. В качестве грунта на дно аквариума чаще всего используют песок. Если у вас нет возможности сделать укрытие из камней, используйте все, что есть под рукой. Например, кокосовую скорлупу, отслужившие цветочные горшки, трубки и все в этом духе. В зоомагазинах и аквасалонах можно приобрести искусственные гроты и прочее, и прочее, и прочее. Смысл в том, что было как можно больше укрытий, ведь эта рыбка не скромна и не скупа на агрессивные выходки, по крайней мере это относится к самцам. Если вы планируете с демосоем держать других рыб, вам нужно хорошенько подумать о выборе соседей, ведь эти маловийские цихлиды способны нападать на рыб, значительно превосходящих в размере. Лучшими соседями будут рыбки с таким же темпераментом. Чаще всего аквариумисты используют в качестве соседей другие виды африканских цихлид. Реже в аквариуме держат стайку, где всего один самец и несколько самок. Но для того, чтобы такая стайка состоялась, понадобится время для наблюдений, так как бывают случаи, когда самка ведет себя не менее агрессивнее самца. Таких самок убирают из аквариума, оставляя только покладистых. Настало время поговорить о разведении этих замечательных рыб. И начну с того, что аквариумисты всего мира успешно разводят псевдотрофеусов в демасоне в домашних аквариумах. Помните, когда я говорил про оформление аквариума, я упомянул плоские камни? Так вот, именно для разведения они нам и понадобятся, выполняя роль нерестилища. Хотя оно может быть и вовсе не задействовано, все зависит от самца. Именно он выбирает место для нереста, и иногда для этих целей он копает грунт, делая небольшую ямку, которая в итоге и служит гнездом. Когда место выбрано и подготовлено, самец начинает ухаживать за самкой. Если самку все устраивает, она подплывает к самцу и начинается своеобразный танец. Дальше, хочу обратить ваше внимание на то, как продуманно сделала природа. Самка выпускает несколько икринок, самец оплодотворяет ее, после чего самка набирает их в рот, и весь инкубационный период икра будет находиться во рту самки. Такой способ защиты потомства присущ многим рыбкам из озера Малавии. За время инкубации самка худеет, и ее худобу сложно не заметить, ведь период инкубации может занять от 2 до 4 недель. Многие хозяева спасают самку, вымывая струей воды икру. В редких случаях самка может икру выпустить сама, если будет уверена в 100% безопасности, как правило, когда она отсажена в отдельный аквариум. Помимо этого, удивительного момента в разведении есть и еще один, не менее интересный. Очень часто у самцов на анальном плаванике есть небольшие пятна, напоминающие икру. Как вы уже поняли, самки подбирают икру ртом, и соответственно, глядя на пятна самца, она и их пытается поместить себе в рот. А самец в это время дополнительно оплодотворяет икру, уже находящуюся во рту самки. Так сказать, чтоб наверняка. Стоит сказать, что демасони очень заботливые родители, но когда мальки начинают плавать, родители становятся еще агрессивнее, чем обычно по отношению к другим рыбам. Хотя понять их можно, ведь молоть может послужить отличным кормом для соседей. В питании псевдотрофеусы демасонии неприхотливы и едят практически все, что им дают и в этом опасность. Помните, что желудок этих рыб устроен так, чтобы перерабатывать корма на растительной основе. Белковую пищу включать в рацион можно, но желательно не чаще одного раза в неделю. Но и тут есть подводные камни. Белковая пища бывает разной. Мясо теплокровных животных у этих рыб перерабатывается очень плохо. Часто может стать причиной заболеваний и даже привести к гибели рыбки. Проще всего использовать специализированные покупные корма для малавийских цихлит. Но разнообразия в еде все равно должно быть. Помните, что рыбки живые существа. Да и при разнообразном кормлении они выглядят более яркими и здоровыми. На этом видео подошло к концу. Если вам понравились эти рыбки, обязательно ставьте палец вверх. Делитесь этим видео со своими друзьями и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok